Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем урок географии в 10 классе. Наша сегодняшняя тема, ребята, называется «Геоэкологические проблемы». Прежде чем мы с вами начнем раскрывать эту тему, давайте быстренько с вами вспомним, что такое геосистема. Слово гео, вы знаете, означает земля, система — это части, а значит, мы с вами говорили, что природа, которая нас окружает, состоит из определенных частей, или мы их называли с вами компонентами природы. К компонентам природы, обратите внимание на схему, относятся, давайте вспомним, это компоненты неживой и живой природы. Значит, обратите внимание, ребята, почему они все соединены стрелками? Мы с вами говорим, что на определенной территории все эти компоненты живой и неживой природы, они составляют одно целое, то есть они взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга. Поэтому геосистема — это фундаментальная категория географии и геоэкологии, обозначающая совокупность взаимосвязанных компонентов географической оболочки, объединенных потоками вещества, энергии и информации. Теперь с вами давайте вспомним второе такое понятие, как экологические проблемы, то есть геоэкологические проблемы. Мы с вами часто слышим об этих экологических проблемах и связываем эти проблемы с тем, что между этими компонентами происходит разрыв, то есть связи разрываются. А это могут быть естественные причины, которые мы называем стихийными бедствиями, или могут быть антропогенные причины. Антропоген, мы говорили, это влияние человека. Поэтому экологические проблемы — это изменение природной среды в результате или антропогенных воздействий, или стихийных бедствий, которые ведут, как мы с вами выяснили, к нарушению структуры и функционирования природы. А вот теперь, ребята, давайте подумаем и посмотрим, в геосистеме какие могут быть естественные факторы, которые могут нарушать эти связи между компонентами. Давайте посмотрим внимательно на рисунки. Обратите внимание, это естественные природные такие процессы, которые, оказывается, могут приводить к таким воздействиям, что может нарушаться связь между компонентами природы. Это, ребята, землетрясения. Вы знаете, могут быть они такой силы, что разрушаются связи и полностью меняется рельеф. Это могут быть извержения вулканов, где тоже происходят огромные изменения, то есть большой ущерб наносится тем компонентам, которые существуют на месте. Или мы с вами знаем такие факторы, как оползни, лавины или ливни очень сильные. Или мы с вами говорили наводнения, ураганы или сель, который тоже может приводить к разрушению компонентов. Обратите внимание, здесь без участия человека происходит, но мы с вами знаем, что разрушение вызывает раз связь, значит возникает проблема, которую надо будет решать. Теперь давайте посмотрим, какие проблемы могут быть вызваны именно в процессе деятельности человека. Обратите внимание, вырубка леса. Скажите, здесь происходит разрушение связи между компонентами природы? Конечно, происходят. Те растения, которые здесь росли, вырубаются, а значит животные и растительный мир очень сильно страдают. Меняется микроклимат. Также, ребята, те луга, которые мы используем в качестве пастбищ, а значит пастбище, когда уплотняется и все время топчат землю, тоже приводит к тому, что нарушаются связи между компонентами. Или мы с вами говорим, когда такие природные комплексы, как степи, человек занимает под поля, то есть выращивая монокультуру, тоже приводит к тому, что разрушаются связи между компонентами природы. Строительство промышленных предприятий, ребята, строительство на русле рек, например, дамб, как мы с вами знаем, или строительство гидроэлектростанций, или на благоприятных условиях строительство населенных пунктов, крупных городов. Значит, все эти процессы, ребята, ведут к тому, что нарушается связь компонентов, а значит возникает проблема. Поэтому такие проблемы мы с вами теперь будем называть геоэкологическими проблемами. Значит, ребята, что такое геоэкологические проблемы? Эти проблемы обусловлены природными, как мы с вами сказали уже, и антропогенными факторами явления и процессы, нарушающие равновесие в природной среде и отрицательно воздействующие на здоровье, а также хозяйственную деятельность человека. Итак, давайте с вами теперь конкретно посмотрим, почему геоэкологические проблемы изучаются в географии. Как мы с вами сказали, природа – это такой компонент, который веками создавался, и связи между компонентами тоже создавались, географическая оболочка, ее формирование мы с вами прошли, а значит, все это происходит благодаря или согласно географическим законам. Поэтому, ребята, возникновение в пределах определенных экосистем и развития на основе географических законов придает геоэкологическим проблемам, ребята, географический характер. Теперь давайте посмотрим, в чем черты этого географического характера. Во-первых, взаимовлияние природных и общественных процессов, необходимость межпредметного подхода к изучению таких предметов, как география, экология, геология и другие предметы, взаимосвязанные с ними. Пересечение интересов различных ресурсопользователей. Мы с вами знаем, например, дехкани и фермеры используют такой ресурс, как земля. Если мы говорим о производителях, которым нужно сырье, это полезные ископаемые, поэтому в данном случае их интересы могут совпадать. Или невозможность описания оценки с помощью какого-либо одного показателя. То есть мы не можем взять только один компонент, мы должны рассматривать, как произойдет изменение всех компонентов данной геосистемы. Итак, ребята, все эти геоэкологические проблемы можно разделить на несколько типов, а значит на типы они делятся по следующим признакам. Это может быть связь с отраслями хозяйства или площадь развития, или мы с вами говорим, последствия, которые мы можем ожидать, или происхождение этих геоэкологических проблем. Давайте теперь посмотрим, например, по площади распространения и развития. Они оказывается подразделяются на такие, как планетарные или глобальные, говорим. Это, ребята, нарушение взаимосвязи во всей географической оболочке. Вы, наверное, слышали о таких явлениях, как парниковый эффект. Почему это глобальный? То есть здесь эту проблему, то есть или мы с вами говорили, мировое потепление, да, когда тают льды в Арктике, в Антарктиде, поднимается уровень воды мирового океана, это приводит к затоплению части прибрежных государств. Конечно, это проблема, которую нужно решать. Но решать, оказывается, нужно это не только одной стране или тем странам, которые попадают под эти последствия такого явления или процессов, а надо решать всем миром, всем человечеством. А значит, нужны создавать такие программы, которые должны именно поддерживаться во всех странах мира. Или, например, вы слышали такую проблему, как образование озоновых дыр. Это тоже глобальная проблема, которую тоже нужно решать всем миром, потому что озоновый слой защищает все человечество на Земле. Итак, ребята, следующее — это региональные геоэкологические проблемы. Обратите внимание на рисунок. Здесь дан рисунок орала и приоралия. Вы, наверное, догадались, что это регион Центральной Азии. Проблема орала эта считается региональной. Почему? Только проблема решается на территории Узбекистана, Казахстана и тех республик, которые расположены в Центральной Азии. И не захватывает территорию всего земного шара. Если такие проблемы не решать своевременно, то есть мы с вами знаем, каким последствиям были приведены. Если дальше не будут решаться проблемы, то это может превратиться из региональной в глобальную и принести большой экологический ущерб. Локальные или местные геоэкологические проблемы, охватывая небольшие геосистемы, расположенные в пределах одного или двух пограничных государств. Как вы видите, ребята, на картинках, это может быть строительство каких-то определенных крупных предприятий или прокладка трубопроводов, газопровода и нефтепровода, которые тоже могут разрушать определенные связи между компонентами природы. Такие геоэкологические проблемы, как локальные, обуславливаются хозяйственной деятельностью населения, нерациональным использованием природных ресурсов, пренебрежением природными закономерностями, при вмешательстве в окружающую среду, высокой плотности населения или иными причинами. Например, предопущение ошибок в строительстве, например, водохранилищ, это может иметь определенные последствия. Или, например, неправильное освоение новых земель, которые могут привести к непоправимым последствиям. Все это, ребята, может относиться к локальным местным геоэкологическим проблемам. К локальным геоэкологическим проблемам еще, ребята, относятся. Мы с вами не будем разбирать все, вы в учебнике прочитаете, остановимся на нескольких из них. Например, проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха в городах и промышленных районах. Почему мы считаем, что атмосферный воздух очень сильно загрязняется в городах? Правильно, здесь очень большое скопление промышленных предприятий, здесь очень развит автомобильный и другие виды транспорта, которые очень сильно влияют на состав атмосферного воздуха. Промышленные центры, мы с вами знаем, что там, естественно, происходит не только загрязнение атмосферы, но и других компонентов природы. Или, например, возьмем такую проблему, как проблемы, связанные с использованием рекреационных объектов. Ну-ка, давайте вспомним, что такое рекреационные объекты. Молодцы, это уникальные участки природы, которые человек может использовать в качестве зон отдыха, где он может отдыхать, или лечебниц, или санаторий. Или бывают такие уникальные участки, как, например, водопады, куда человек может просто приходить, отдыхать, или привлечение туристов. Или к рекреационным ресурсам, мы с вами все знаем, могут относиться это исторические памятники. Если такое большое посещение людей, то они постепенно, конечно, тоже могут разрушаться. Поэтому это все является локальными геоэкологическими проблемами. Все эти проблемы должны иметь, ребята, научный подход. То есть не просто так решили что-то изменить. А мы с вами знаем, раз развивается все по географическим законам, значит и анализ проведения этих мероприятий, которые приняли решение, что сделать, должно быть обязательно научно обоснованно. При исследовании этих локальных проблем, ребята, придерживаются территориального, геосистемного и экологического принципов. Давайте посмотрим каждый из них. Территориальный принцип, как мы с вами сказали, это определенная территория, комплекс, где взаимосвязаны все компоненты. И если человек там начинает добывать полезные ископаемые, мы с вами знаем, что на территории возникает проблема, которую нужно решать. И вот такой принцип, который должен соблюдаться обязательно, называется территориальный. То есть целостность территориальных всех компонентов должно сохраниться. Или геосистемный, как мы с вами видим на рисунке. Если в пустыне мы начинаем что-то добывать, геосистему нарушать, то есть принцип должен быть такой, чтобы все компоненты, как бы максимально могли все-таки сохраниться на территории. И экологический принцип. Конечно, это взаимодействие человека с окружающей средой. Как вы видите, его деятельность, если раньше не была такой, не приносила большой ущерб природе, то сегодня деятельность человека наносит очень большой урон природным связям и компонентам. Поэтому, ребята, принимаются определенные меры. Например, мы не можем сейчас восстановить все так, как было, но те проблемы, которые уже возникли, те территории, мы можем принять меры и обязательно выйти, то есть привести территорию так, чтобы эти компоненты все-таки могли снова связаться. Обратите внимание, на территории Аральского моря, где сегодня образовался пустыня Оралком, сегодня можно увидеть лесопосадки, это саксаулы, это джузгуны и другие растения, которые здесь очень хорошо приспособлены. И, конечно, ребят, когда мы с вами говорим о том, как можно эти проблемы решить, обязательно посмотрите, в развитии отраслей хозяйства и природопользования в соответствии с возможностями природных геосистем служат важным путем предотвращения геоэкологических проблем. Например, учет при орошении земель особенностей используемых геосистем, выбор для разных типов геосистем определенных пассивных культур и способов полива и норм агротехнических мероприятий. Если все это соблюдать, ребят, то это позволит избежать многих геоэкологических проблем. На сегодняшний урок мы с вами полностью разобрали, что такое геоэкологическая проблема. Запишите, ребята, задание. Вам нужно будет прочитать параграф 33 и письменно ответить на третий вопрос страницы 150. Желаю вам успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok